День рождения на все сто. Руководство города поздравило Бобруйчанку с вековым юбилеем. Дай Бог ей самое главное здоровье. В чем секрет долголетия? Небезопасное купание. Березина унесла жизнь подростка. Вчера начались поиски. Как учащиеся колледжа оказались в воде? В канун праздника 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Вместе спеть гейм. Какая программа ожидает жителей и гостей города? А также курс на высшее образование, повышение стоимости и буйная непогода. Грозы и ветер оставили без света почти 800 населенных пунктов Беларуси. Как устраняли последствия стихии? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Рабочий вторник. Александр Лукашенко провел ряд мероприятий. График белорусского лидера начался со встречи с главой администрации президента и новым послом Беларуси в России. Тема разговора – дальнейшее развитие отношений с союзным государством. Сразу после – традиционная церемония вручения госнаград. Александр Лукашенко отметил – 3 июля – святая и символичная дата. В 80 лет начался отсчет мирной жизни страны. В огне Великой Отечественной войны республика потеряла каждого третьего. Может быть и больше. Но мы не встали на колени перед врагом, мы боролись и победили. В 80 лет назад уцелевшие мирные жители Минска с ликованием встречали советские танки. Операция «Багратион» еще не была закончена, и бойцы Красной Армии, как я уже сказал, отправлялись на Запад, чтобы окончательно уничтожить врага на нашей территории, освободить территорию Беларуси и дойти до Берлина. Впереди их ждали долгие месяцы войны. Почти год. Но уже очевидно, победа будет за нами. В Минске проходит парад белорусских партизан. Я бы даже сказал, это не совсем точное определение. Беларусь не только республика партизанкой был парад партизан. Это был парад нашего движения сопротивления. Это не только партизаны, это подпольщики, это многие-многие имена людей, которых мы, к сожалению, потеряли отдельных. И в то время началась огромная работа по восстановлению нашей столицы, нашей страны, освобожденной части. Я убежден, в те июльские дни 44-го, в самых светлых своих мечтах, люди видели уже Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас. Независимый, красивый, а главное, мирный. Далее в списке на вторник встреча с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России. Вячеслав Володин прибыл в Беларусь по поручению Владимира Путина. Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Жертва водной стихии. 1 июля в Бобруйске утонул 17-летний подросток. Компания из семи несовершеннолетних отдыхали на берегу Березины. В какой-то момент трое ребят на спор решились переплыть реку. Двое осуществили задуманные, один ушел под воду. При этом 27 июня в учреждении образования, в котором обучались подростки, служба спасения на воде проводила профилактическую беседу на тему недопустимости купания в неустановленных местах. Вчера начались поиски в 21. Сведений о обнаружении пока нет. Ну, конечно, работа будет продолжаться до результата. В тот же день две жизни спасателям удалось сохранить. На пляже реки Березина две девочки заплыли за буи. После у школьниц не хватило сил доплыть до берега. Тежурные спасатели достали детей из воды. Однако из-за обилия воды в легких у одной из пострадавших ее пришлось госпитализировать. Как позже выяснилось, сестры 10 и 13 лет ушли на пляж без ведома матери. Лесные ограничения плюс копейка и на особом контроле. Накануне Дня независимости белорусская милиция переведена на усиленный режим несения службы. Какие правила безопасности стоит соблюдать? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси снова поднялась стоимость топлива на одну копейку. Текущее подорожание – седьмое. Оно поэтапное и было анонсировано ранее. Среди причин – рост затрат на производство нефтепродуктов, увеличение акцизов. Цены на заправках будут выглядеть таким образом. Дизельное и 95-й обойдутся в 2 рубля 43 копейки, 92-й – 2,33, 98-й – 2,65. Прием документов в ВУЗы у абитуриентов-целевиков завершился. В этом году внутренние вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля. Зачисления – по 12. Если сдать экзамен не получится, студент сможет податься в учреждение образования на общих условиях, предоставив сертификаты ЦЭ и ЦТ. В этом году утвердили более 5,5 тысяч мест для поступающих на целевое направление. На тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Грозы и ветер оставили без света почти 800 населенных пунктов Белоруссии. Отключения зафиксированы преимущественно в Минской и Витебской областях. Яростная непогода стала причиной падения деревьев и веток на линии электропередач. В устранении последствий задействовали 148 аварийных бригад, около 400 человек и 134 единицы техники. Накануне Дня независимости белорусская милиция переведена на усиленный режим несения службы. Сформированы оперативно-ситуационные штабы. Проход граждан на основные площадки будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты после личного досмотра и проверки вещей. В МВД напоминают, проносить на массовое гуляние колюще-режущие предметы, оружие, спиртное запрещено. Ограничения на посещение лесов введены практически во всех районах Белоруссии. Запрет связан с установлением третьего класса пожарной опасности. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Круглая дата. Руководство города поздравило жительницу Бобруйска со столетием. Поздравить именинницу заглянули председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская и депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Приходько. В адрес Анастасии Лызо – теплые пожелания здоровья и долголетия. Юбилярша, ветеран Великой Отечественной войны и труда. На фронт попала в 17. В послевоенные годы работала учителем, около 40 лет была художником по костюмам в театре. Семья у Анастасии Лызо большая – сын, две дочери, пять внуков и трое правнуков. Посмотрите, 100-летний юбиляр. Она выглядит очень достаточно маложава. Дай бог ей самое главное – здоровье. Но самое главное, что ей паспорт выдан до 2049 года. Дай бог, чтобы этот человек прожил эти все годы. На вопрос о секрете долгожительства ответ прост. Годы голода и лишений бесспорно закаляют. Однако свою роль сыграла и генетика. Мама Анастасии Лызо почти дожила до векового юбилея. В роду также были долгожители. Визит автопроцессии. Международный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» с 22 июня посещает культовые места Могилевской области. На неделе одним из пунктов маршрута стал Бобруйск. Роман Костюков о молодежи и памяти. Вот уже третий год. Инициатива в БРСМ вызывает огромный интерес у молодежи. Так, в 24-м символическая автопроцессия объединила порядка 80 молодых специалистов из Могилевской области и 11 регионов России. В течение двухнедельного путешествия на тематических автобусах они посещают культовые места. В каждой точке маршрута – патриотические автопробеги, трудовые десанты, открытые диалоги, посещение памятных мест, флешмобы, экскурсии по предприятиям, организациям и концертные программы. В Бобруйске ребята провели два дня. Сегодня 10-й день международного молодежно-патриотического проекта «Дорогами памяти и славы». И сегодня мы находимся в славном городе Бобруйске. Самое главное, что ребята хотели посетить и увидеть, это ваши, наши градообразующие предприятия, такие как Агромаш и Белшина. Потому что молодежь из Российской Федерации знает по всему миру именно производство Белшины. И сегодня ребята окунутся в это поистине мощное производство, которым знает весь мир. И не только о его масштабах, но и о его качестве. Поэтому я уверен, что это будет интересно ребятам и запоминающимся. Визит на Белшину вызвал неподдельный восторг. Завод, практически единственный в мире, производит шины для карьерных самосвалов. Специалисты и руководство предприятия провели экскурсию по производственным процессам и познакомили участников проекта с созданием обувки для разных категорий авто. Мы видим, как молодые специалисты с абсолютно разных видов деятельности пришли к нам на этот проект. Я сама из Бобруйска, я работаю здесь, на Белшине. Я горжусь тем, что я работаю здесь, на этом заводе. Потому что здесь люди, они так же совершают невероятный подвиг, как те герои, которые совершали во время войны. Вообще слов нету. Достаточно такой интересный процесс создания шины, изготовления. Я сам со Смоленска, работаю на заводе, мы делаем двигателя для карьерных самосвалов. И вот теперь примерно понимаю, какого размера у нас двигатель и какого размера шина. Это прям не объяснить вообще. Очень крутые впечатления. За день до этого гости посетили Бобруйскую синагогу, еврейский дворик, городские достопримечательности. Первое, чем мне запоминается любой город, это чистота. Потому что прям все так аккуратненько, убрано везде, все просторно. То есть нет, например, вот как у нас там в Москве, вот этих вот домик на домике. Вот, как бы, есть где разгуляться. Маршрут проекта подходит к своему завершению. После Бобруйска активная, творческая и неравнодушная молодежь направилась в Осиповичи. Позади 3000 километров. Инициатива продолжит свое движение уже в следующем году. Сохранение исторической памяти, передача ее новым поколениям, объединение и сплочение на основе исторических, героических традиций Родины – главные задачи патриотического проекта. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск 360. 80-летие освобождения Беларуси. 3 июля страна отметит главный государственный праздник – День независимости. В Бобруйске ожидается насыщенная программа мероприятий. Празднования стартуют с самого утра. В 11 часов на площади Победы митинги, возложения цветов, памятнику танка на могиле генерала Бахарова и братской могиле воинов советской армии. Отдадут дань памяти павшим героям, руководство города, депутатский корпус, представители общественных организаций и предприятий. На внешней площадке ледовой арены с 4 часов организована работа торговых рядов, тематических и игровых площадок. Приобрести памятные сувениры жители и гости Бобруйска смогут на выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». С 6 часов до позднего вечера праздничный концерт «Квятней Родима под блокитным небом». В 22.55 пройдет акция «Споем гимн вместе». Сразу после праздничный салют. Будет организована праздничная концертная программа с участием коллективов со званием «Заслуженные народные любительские коллективы». Приглашаем жителей города Бобруйска, также всех гостей, которые находятся в нашем городе на незабываемый концерт, а также вместе спеть гимн. 3 июля в связи с празднованием Дня независимости будут перекрыты улицы Карбышева, Московская от Чингарской до Советской и Социалистическая от Липнихта до Московской. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршрут. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!